Добрый вечер! Мы продолжаем изучение недельного раздела «Вайхи», последний недельный раздел книги «Бришит», «Вайхи» и жил Яаков в Египте 17 лет. А всех дней Яакова лет его жизни было 147. Последние 17 лет жизни Яакова приходится на пребывание его в Египте, но именно эти годы оказываются самыми лучшими, спокойными и безмятежными годами его жизни. И подошло время Израилю умереть. И он позвал своего сына Иосифа и сказал им, если я нашел милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, руку свою под мое бедро и сделай мне истинную милость. Прошу тебя, не хорони меня в Египте. «Чтобы лечь с моими отцами, вынесешь ты меня из Египта и похоронишь меня в их усыпальнице». Речь здесь идет о пещере Махпила в Хевроне, где похоронены и Авраам, и Ицхак. И тот сказал, я сделаю по твоему слову. Ты просишь, конечно же. И сказал, поклянись мне. И тот поклялся им. И поклонился Израиль к изговорию кровати. Странно, по меньшей мере странно, что Яаков требует от своего сына поклясться, что он выполнит свое обещание. Каждый из нас может поставить себя здесь на место Юсефа, если мы обещаем что-то нашим родителям. Если мы обещаем, то мы собираемся это сделать. И если родители потребуют, несмотря на наши обещания, несмотря на то, что мы даем слово, это сделать. Нет, поклянись. Как ты так? Ты мне не доверяешь? Ты на меня не полагаешься? Почему Яаков требует от своего сына клясться? Он что, подозревает его в том, что тот не собирается выполнять обещание? Обратимся к комментарию Рамбана. Читаю. Рамбан пишет так. «Яаков не подозревал своего любимого сына в том, что он может не выполнить повеление отца. Тем более, что Юсеф уже обещал ему, сказав, я сделаю по твоему слову». Конечно же, поскольку здесь было и обещание, то нет никакого сомнения, что действие Яакова объяснить подозрительностью или недоверием к сыну невозможно. А в чём уж тогда дело? Но Яаков взял сына клятву для того, чтобы сделать свой наказ более весомым в глазах фараона. «Чтобы Юсеф имел сильный довод на тот случай, если фараон не разрешит ему отлучиться из Египта». То есть, первая причина, которую приводит здесь Рамбан, на первый взгляд, кажется, в чём проблема? Папа просит похоронить его там-то и там-то. Ну, хорошо, похороним. Может быть, иногда ситуации, в которых у людей такая просьба может вызвать сложности по материальным причинам. Сложно купить место захоронения там или ещё что-то, но у Юсефа таких сложностей нет. Человек номер два в Египте, всесилный, всемногущий. Да, но вместе с тем Яаков знает, что у него будут сложности. Трудности у него будут. Самая первая трудность не исключено. Юсеф, конечно, человек номер два, но есть в стране человек номер один. Фараон. Тот, может быть, не заинтересован. Почему? А какая ему власть, с какого ему дела? Прежде всего, говорит Рамбан, может быть, он не захочет, чтобы Юсеф отлучался из Египта. Юсеф – это некоторый стратегический ресурс фараона. Он ему важен. И хотя он добился невероятной власти, он человек номер два, но вместе с тем не исключено, что фараон смотрит на него как на своего крепостного. Очень важный человек. Суперважный. Но крепостной. Поэтому почему вдруг он будет куда-то отлучаться, выезжать за границу и идти куда-то в землю Кнадскую, там хранить? Он должен быть здесь, на своём рабочем месте. Пусть его рабочее место самое высокое в стране, пусть он вице-король, но почему он должен отличаться? Не должен. Поэтому в качестве давления на фараонов Юсефу нужно что-то здесь объяснить. Почему, несмотря на нежелание фараона расстаться с ним, на нежелание выпускать его за границу, почему ему просто необходимо? Если он просто скажет, папа попросил, чтобы его похоронили, ну попросил, попросил, а если фараон попросил, то надо слушаться папу или фараона. Но если папа, если он придёт и скажет, я поклялся, то это уже совершенно-совершенно другой вес. Ведь очевидно, как пишет дальше Рамбан, так могло случиться. И так же могло случиться, что фараон захочет похоронить пророка в своей столице. Может быть, дело будет и не в этом. И не только в том, что фараону не захочется расстаться со своим верным слугой даже на пару дней. Может быть, у фараона есть свои планы захоронения Якова. Может быть, он захочет похоронить его в столице и не согласиться с тем, чтобы Якова хоронили где-нибудь в другом месте. А какое ему фараону дело? Продолжает Рамбан, чтобы оказать почёт Юсефу и его братьям. Пусть это из лучших побуждений по отношению к Юсефу, но всё равно царская воля. Я хочу, чтобы отец моего самого близкого приближённого был похоронен в столице. Поэтому-то Яков попросил Юсефа поклясться, ведь фараон не станет вынуждать его нарушать данную отцу клятву. Совершенно другой разговор. Когда речь идёт о том, что папа попросил, это одно. С одной стороны, папа попросил, а с другой стороны, фараон попросил. Когда фараон просит, то ему не отказывают. Но когда папа потребовал поклясться, и я поклялся, что значит сейчас нарушать клятву, на этот фараон вряд ли пойдёт. Да потому что человек, который способен нарушать клятву, такой человек фараону вряд ли нужен в качестве приближённого. Потому что на него уже сам фараон вряд ли сможет полагаться и вряд ли сможет ему доверять. Ибо это уже совсем другого рода отношение. Поэтому пойти на то, чтобы заставить Юсефа нарушать клятву, вряд ли фараон захочет. Можно было бы прибавить здесь ещё одну заинтересованность. Ведь почему фараон, может быть, захочет и выразить это желание, чтобы Яаков был похоронен именно в Египте, а не в каком-то другом месте. Известно, это видно и по тексту, и комментаторы приводят об этом, пишут об этом, что с приходом Яакова в Египет голод прекратился. Голод, который угрожал всему египетскому населению, закончился с приходом Яакова, и в этом у египтян сомнения не было. Понятно, что его почитали там как святого. И не просто как святого, а как некое почти божество. И уж, конечно, при всём том культе мёртвых, который был у египтян, когда речь идёт о таком для них большом человеке, который спас их страну от голодной смерти, то, конечно же, желание забальзамировать его и поставить его мумию в каком-нибудь месте общественного почитания, по крайней мере, чтобы его гробница была среди почитаемых гробниц других великих людей в Египте, конечно, она была колонсальна. И здесь мы уже имеем дело не только с волей фараона, здесь фараон был бы выразителем воли населения. Население бы возмутилось, как это так? Их святого, их предмет поклонения у них отбирают, этого не может быть. И поэтому против всего этого, против давления масс, против нежелания фараона, против всего этого нужно для того, чтобы всё это сбалансировать, необходимо было что-то веское, а не просто попросил. Вот для чего Яаков, понимая хорошо ситуацию, в которой будет его сын, потребовал от него клятвы. И на этом Рамбан точку не ставит. Он прибавляет здесь ещё одну фразу. Да и сам Йосеф, благодаря этой клятве, должен будет проявить большее рвение в выполнении воли отца. И так и было. Фараон сказал Йосефу, поднимись и похорони отца, как ты ему поклялся. То есть, когда уже заглядывая вперёд, если мы почитаем в тексте, что произошло, когда Йосеф отправился к фараону и выразил желание отправиться в землю Кнадскую, чтобы похоронить отца там, в Хевроне, в печере Махбелла, фараон ответил ему, поднимись и похорони своего отца, как ты поклялся. То есть, в этих словах фараонам видно, что если бы не клятва, то он, может быть, и не отпустил бы его. Но вот та предыдущая фраза, она для нас наиболее интересна. И сам Йосеф, благодаря этой клятве, должен будет проявить большее рвение в выполнении воли отца. Здесь Тора позволяет нам заглянуть глубоко-глубоко в душу человека. Человек принимает какое-то решение. Ну, мы сами знаем, решение бывает твёрдое, а бывает, как это у нас говорят, блин, это. Ну, то есть, я решил так, что если ничего страшного не случится, то я очень постараюсь выполнить своё решение. Это не твёрдое решение. А есть решение твёрдое. Человек решил, принял какое-то решение. Он решил завтрашнего дня начать жизнь по-другому. Завтра он решил бросить курить. Завтра он решил взяться, как следует, за учёбу. Завтра он решил взять себя в руки, прекратить и так далее. Но даже там, где решение твёрдое, есть разные степени твёрдости решения. И проявляется это именно в той ситуации, когда человеку нужно вести тяжёлую борьбу за выполнение этого решения. И чем более твёрдое решение, тем меньше шансов, что человек сломается в этой борьбе. Бывает решение твёрдое, но вместе с тем человек твёрдо решил. Но как только он сталкивается с трудностями, то он чувствует, что всё, что от него зависело, он сделал. Я сделал всё, что мог, но обстоятельства сильнее меня. Это верно. Но дело в том, что если человек, чем больше человек ощущает свою обязанность выполнять своё решение, чем его осознание того, что решение его не может быть никоим образом изменено, чем это сознание более глубокое, тем человек больше находит в себе сил бороться, и тем легче ему преодолевать те обстоятельства, которые в случае менее твёрдого решения казались бы ему непреодоленными. В качестве примера, чего здесь хотел достичь Яков, как бы Трамбан, он хотел достичь того, чтобы благодаря клятве осознание обязательности и своей обязанности выполнять это решение у Йосефа было бы более твёрдое. Понятно, что одно дело – просто пообещать, а другое дело – поклясться. Когда человек клянётся, то степень его обязанности повышается. Ну и что? Благодаря этому сознанию он способен сделать куда больше, чем человек, который не поклялся. Потому что у человека, который не поклялся, его ощущение, что я сделал всё, что могу, оно верное. Но если бы он поклялся, если бы его осознание обязанности своей было выше, сильнее, то тогда на самом деле выяснилось, что он может ещё что-то сделать. То есть вот эта самая фраза, ощущение того, что я сделал всё, что мог, она относительная. Я сделал всё, что мог – это вещь не абсолютная. Она относительна. Относительна того, насколько сильно человек осознаёт свою обязанность. Йосеф таким образом, Яков точнее, хотел отрезать Йосефу все пути отступления. Нечто подобное сделал много лет спустя римский полководец Юлий Цезарь. Когда он высадил свои войска в Британии, они пересекли Ла-Манш, оставили свои корабли у берега и стали взбираться на отвесные высокие утёсы на берегу Ла-Манша. Когда, наконец, солдаты, легионеры взобрались и оказались наверху, Цезарь скомандовал им, а теперь повернись назад. И когда они повернулись назад, они увидели, что корабли, на которых они приплыли сюда, в Британию, горят. Их по приказу полководца подожгли. Вот теперь нет возможности отступления. Когда человек знает, он идёт в атаку, он идёт воевать, но знает, что в крайнем случае, если атака захлебнётся, и если не получится, в крайнем случае можно отступить. Можно удрать корабли здесь. Тогда, конечно, война с обученными римскими легионерами, которые сражались достаточно упорно, конечно же, они будут драться сильно. Но вместе с тем, чтобы они дрались ещё сильнее, Цезарь отнял у них возможность к отступлению. Отступать некуда. Можно только идти вперёд и победить. Другой опции просто нет, не существует. То же самое делает Клятва. Нет такой опции, нет возможности сказать, ну, я сделал всё, что мог, а что же я могу сделать? Фараон против, народ волнуется, в печати погромные статьи, скоро вообще начнётся здесь антисемитская кампания. Ну, что я могу сделать? Я же не могу подвергать. Когда есть Клятва, то нет того, что я могу сделать. Другого пути просто нет. Клятва обязывает. И тогда человек находит в своей душе, находит у себя силы, о которых он и не подозревал. И тогда он делает куда больше этого и хочет добиться Яков. Вот каким образом вскрывает нам Рамбан здесь, при помощи нескольких слов всего, очень глубокое понимание души человека и его психологии. Так, кстати, царь Давид, по аналогии, говорит, «Я поклялся, и теперь я буду исполнять твои заповеди, твои законы». То есть, человек-то осознаёт, что он обязан исполнять. Да, конечно, обязан. Обязан. Но иногда бывает трудно. И если человек даёт ещё и Клятву, что он будет это исполнять, то тем самым благодаря этому ему удаётся преодолеть те препятствия, которые без Клятвы он бы не преодолел. Это то, что делал царь Давид. Для того, чтобы заставить себя выполнить то, что от него требуется в самых тяжёлых условиях, он принимал Клятву. Клялся, давал обед, что он это обязательно-обязательно выполнит. И это ему помогало. Вернёмся ещё раз к тексту. В конце отрывка, который мы зачитали. «После того, как Йосеф поклялся, сказал, клянись мне». И тот поклялся ему. И поклонился Израилю к изголовью кровати. Как это понять? Что это за поклон? В чём его смысл? Поклона к изголовью кровати. Рашин. Почему к изголовью кровати? Он обратился лицом к шхине. То есть, как бы к присутствию Всевышнего. А при чём здесь изголовье? И почему нужно? Что здесь, собственно, происходит? Отсюда, если он кому-то кланяется. То есть, ясно нам сейчас, что он кланяется не Йосефу. Не сыну своему он кланяется. А кланяется он, как написано, в изголовье. Причём тогда в изголовье. Аравир, кстати, здесь обращает внимание. Что происходило? Когда Йосеф к нему пришёл, то Яков сел на кровати. Человек, который сидит на кровати. То лицом он к своим ногам. Затылком к изголовью. И Йосеф стоял перед ним. Следовательно, если Яков, написано, что Яков наклонился по направлению к изголовью, то понятно, что это был поклон назад. То есть, он должен был просто развернуться и поклониться в другую сторону. Не в ту сторону, куда он сидел лицом. Это что ему ещё остаётся? В принципе, всё, что он должен был сделать на земле, он вроде бы уже сделал. Он заканчивает, понимаешь, что он заканчивает свои жизненные задачи. И остаётся ему только благодарность. Поклон, поклон, благодарность тому, кто довёл его до сегодняшнего дня. Кто вёл его через все жизненные испытания. Кто привёл его и сюда, в Египет. Кто привёл его к своему сыну, которого он считал погибшим. Вот это поклон к изголовью. Но вопрос – ага, откуда, почему это именно к изголовью? Почему поклон, как благодарность Всевышнему, почему он именно в такой форме, когда он разворачивается назад в сторону изголовья? Раша отвечает нам, что отсюда мудрецы Талмуда заключают, что шхина пребывает над изголовьем больного. То есть, я не знаю, откуда Яаков это знал, но, по крайней мере, если Яаков развернулся и поклонился к изголовью, то это значит, что Всевышний как бы находится там, у изголовья больного. А для чего это необходимо? Значит, что Всевышний как бы ухаживает за больным, поддерживая его в его болезни. Талмуд, сделав этот вывод, переводит его в конкретный закон. Если мы посещаем больного, то не следует садиться в его изголовье, поскольку это не проявление, это проявление, точнее, неуважения к Эшкине, к присутствию Всевышнего, который находится там, как бы находится там в изголовье. Правда, комментаторы Шулханураха говорят, что имеется в виду, когда человек лежит на земле, если он на кровати, то там этого запрета нет. Но так или иначе, в принципе, нужно знать, что шхина там присутствует. Это, во-первых, накладывает определенные ограничения на посещающего. И еще одна Аллаха, еще один закон выводится Талмудом из этого факта. И поскольку необходимой, неотъемлемой частью посещения больного является молитва о его выздоровлении, то по поводу всех остальных молитв нам сказано, что не следует молиться на арамейском языке, ибо ангелы, служители, те, которые ответственны за прохождение молитвы в высшей инстанции, они арамейского языка не знают, у них есть сложность с этим языком, поэтому следует избегать молитвы на арамейском языке. А вот здесь вот по поводу молитвы о выздоровлении больного, которое происходит в присутствии больного, когда его посещают в больнице, либо в доме его, там, где он лежит, там, где он находится, то здесь молитва может быть, говорит Шулханрух, произнесена и по-арамейски, потому что здесь нет необходимости в ангелах служителя, ибо сама шхина находится здесь, молитва здесь идет по, что называется, прямому проводу, не требует никаких передаточных пунктов, и поэтому, может быть, на любом языке, в том числе и на арамейском языке, с которым у ангелов есть проблемы. Другое объяснение, говорит Раши, другое объяснение, следует понимать этот пасук так, не то, что Яков поклонился в сторону изголовья, т.е. разворнулся и стал кланяться назад к изголовью, а он поклонился, поблагодарил за своё ложе, за изголовье ложе, т.е. за то, что его ложе, а ложе здесь – это только слово, которое намекает на его потомство, что оно было без порока, т.е. ему удалось добиться того, чего не удостоились ни его дед Авраам, ни его отец Ицхак. У тех всегда хотя бы один из сыновей уходил, не продолжал их путь. Ишмаэль покинул Авраама, Исаф покинул Ицхака, а у него, у Якова, все его двенадцать сыновей, все они вместе, никто не ушёл. Все они остались двенадцатью коленами сынов Израиля, и от них в дальнейшем строится и весь еврейский народ. Это была его благодарность за то, что ложе его было без порока, не было среди них ни одного отступника. Хотя условия, в которых они жили, были совсем непростые, в которых можно было бы ожидать, что отступничество может быть. Прежде всего сам Юсеф, Юсеф, который на протяжении десятков лет оказался оторванным от своей семьи, от всего еврейского, среди язычников. И кроме того, не просто среди язычников, а был он в экстремальных ситуациях. Сначала он был рабом, бесправным рабом, который не имеет права ни на что своё собственное. И, конечно же, очень легко в такой ситуации подчиниться, ассимилироваться и расстаться со всем тем, что выделяло его из среди язычников. Потом его вознесло наоборот. Он пережил невероятный совершенно взлёт, стал человеком, почти царствующим в Египте. Это тоже очень тяжёлое испытание. Не перенять египетский образ жизни и не оторваться от всего наследия Авраама и Цхака, и Якова. Вместе с тем не то и другое. Он выдержал и то, и другое испытание. И вот теперь, видя это и понимая это, Якова может действительно поблагодарить, что всё его шемитато шлейма, то есть его ложе, всё его потомство, оно цельно, без порока, никто не ушёл, отступников среди них нет. И было. После этих событий сообщил Юсефу, вот твой отец болен. И было после этих событий. Сообщил Юсефу, вот твой отец болен. А кто сообщил-то? Подлежащее в этом предложении отсутствует. Раши старается устранить эту сложность, пишет так. Сообщил Юсефу один из гонцов, кто-то, гонец какой-то. В этом стихе опущено подлежащее. А почему оно опущено? Да потому что не так важно. Сообщил тот, кто может сообщать. Гонец. А некоторые говорят не так. Это был не просто гонец. Это Ифраин. Сын Юсефа, Ифраин, который обычно проводил время за занятиями с Яковом. То есть, он жил в земле Гушен, не в столице вместе с отцом, а в земле Гушен, там, где находился Яков, потому что у него он учился. И когда же Яков заболел там, в земле Гушен, то Ифраин отправился к отцу для того, чтобы известить его об этом. И так приходит, после этих событий пришло к Юсефу известие о том, что отец болен. А ведь и раньше было написано ещё, и подошло время Израилю умереть. А почему же тогда, после этих событий, вдруг ему сообщили, что отец свой болен, если пришло время умереть, наверное, он заболел? Нет. То, что написано выше, что пришло ему время умереть, он просто почувствовал, что его дни сочтены без того, чтобы была какая-то болезнь. Очевидно, просто ощущение слабости, того, что силы покидают, хотя никакой болезни ещё нет, оно и принесло Якова ощущение и понимание, осознание того, что его дни сочтены. А вот теперь, через некоторое время после этого, он уже и заболевает. Кстати, это первый раз во всей Тории, что упомянута болезнь. И он взял двух своих сыновей, Минаша и Ефраима. Юсеф, получив известие о том, что отец болен, берёт двух своих сыновей, старшего Минаша и младшего Ефраима, и известили Якова и сказали, вот сын твой Юсеф пришёл к тебе. Зачем он взял двух своих сыновей? Она же говорит, чтобы Яков благословил их перед смертью. Вещь, которая была тогда очень принятая. Перед тем, как уйти в другой мир, покинуть этот мир, старейшина благословляет своих сыновей, внуков, то же самое здесь хочет сделать и Юсеф. И собрался силами Израиль и сел на постель. Сел на постель. Видно, что это ему удалось. Нелегко. Для этого нужно было собрать все свои силы для того, чтобы сесть. Но почему он не может принимать сына, лёжа в постели, не сидя? Яков подумал, что хотя он мой сын, кто перед кем должен вставать, кто кому должен оказывать почёт и уважение? Сын отцу, а не отец к сыну. Да. Но с другой стороны, он царь. И я должен воздать ему почесть. То есть, в этой ситуации, когда, с одной стороны, сын обязан воздавать почести отцу, а отец чувствует, что он обязан воздавать почести тому, кто носит царский сан, человеку, облечённому властью. И хотя в данный момент оказывается его собственный сын, но то, что он облечён властью, перевешивает. Яков поэтому собирает все свои силы для того, чтобы присесть к кровати. Продолжает Раши, что наши мадрицы отсюда делают вывод, что надлежит воздавать почести монарху, человеку, облечённому властью, неограниченно имеется в виду властью. Мы можем думать о нём что угодно, о нём как личности. Мы можем не считать его самого как человека достойного уважения, но его, то, что он облечён властью, его позиция, его должность, если хотите, она и требует, безусловно, уважения и следует давать ему почести. Продолжает Раши, так же и Моше оказал почёт царю, когда, говоря, «И придут все твои рабы ко мне». Произошло это на аудиенции у фараона, когда фараон сначала оскорбил Моше, вышвырнул его, сказал, чтобы я тебя больше здесь не увидел. Но Моше, в свою очередь, сообщил, что действительно он, в общем-то, не собирается больше к нему приходить, потому что придёт последняя, исключительная казнь, казнь первенцев, и в результате этого мы уйдём, собираемся действительно уходить. И дальше он должен был сказать фараону, что из-за того, что произойдёт, ты ещё придёшь ко мне, ещё и попросишь у меня, чтобы мы ушли. По добру, по здорову. Это оскорбительно звучит по отношению к монарху. Поэтому Моше передаёт это в уважительной форме. «И придут твои все рабы ко мне», так, вместо того, чтобы сказать, ты ещё придёшь ко мне, ещё попросишь, чтобы мы ушли. Он говорит, что это уважительно, все твои рабы придут ко мне и попросят, чтобы мы ушли. «И сказал Яков Юсефу, Бог всемогущий явился ко мне в Лузе, в земле Кенаанской, и благословил меня, и сказал мне, вот, я расположу тебя и размножу, и сделаю тебя сообществом народов, и дам тебе эту землю, и дам эту землю твоему потомству, после тебя в вечное владение». Он напоминает здесь, напоминает Юсефу здесь явление, которое было у него, когда он пришёл из дома тестя, из дома Лавана, находясь уже в Эр-Цисраэль. Это произошло непосредственно перед тем, как у него родился последний младший сын, Беньямин. И в этих родах, роды эти закончились, мы знаем, трагично, Рахель умерла, родив Беньямин. Что же тогда ему Всевышний сказал? «Я расположу тебя и размножу, и сделаю тебя сообществом народов, и дам эту землю твоему потомству, после тебя вечное владение». А теперь, очевидно, из того, что было сказано раньше, вытекает следующее. «А теперь два твоих сына, родившиеся у тебя в Египте до моего прибытия к тебе, будут моими. И Фраем и Минаши, как Рувен и Шимон, они будут для меня». Что значит эта фраза? Не очень понятно. На самом простом уровне понимания имеется в виду так. Фраем и Минаши, они внуки Якова, они сыновья Юсефа. Яков говорит, что они мне теперь будут не как внуки, а как сыновья. «Наравне с моими сыновьями, как Рувен и Шимон». Они становятся моими сыновьями. Ну и что это означает? Каким образом переводят внуков в сыновья? И в чем смысл этого перевода из внуков в сыновья? И как это связано с тем, что сказано раньше? «Вот, я расположу тебя и размножу, и сделаю тебя сообществом народа». Почему из этого выходит, что и Фраем и Минаши, которые были внуками Якова, они теперь становятся как бы его сыновьями? Обратимся прежде всего к Раше. Раше говорит, «Тогда Всевышний известил с имени Якова «Тогда Всевышний известил меня о том, что от меня произойдут еще сообщества и народы». Так, из два. «И сообщества и народы». И хотя он сказал мне до этого «Народ и сообщество народов». То есть, если мы посмотрим, там, в 35 главе книги Перешит, как было там сказано, и говорится там так. «И сказал ему Бог, я Бог, плодись и размножайся, народ и сообщества народов произойдут от тебя». Сразу сама по себе трудная для понимания. Значит, народ и сообщество народов. Если сообщество народов произойдет от тебя, так понятно, что в сообществе народов есть народ. А что такое народ и сообщество народов? Все это было сказано непосредственно перед тем, как родился младший сын Бениамин. Подошает Раше. «Народ». Он сказал мне о Бениамине. Это я понял. Потому что он сказал, что от тебя плодись и размножайся. Это произойдет от тебя народ. Он имел в виду Бениамина. Еще один сын, который родился от него, который станет основателем двенадцатого колена Израиля. Народ. А что ж такое тогда еще? Сообщество народов. Это же как минимум во множественном числе, значит, как минимум еще два. Это еще два, кроме Бениамина. Но после него у меня больше не было сыновей. Если бы у него родились еще два сына, то я бы понял, но с виду народы до Бениамина и еще сообщество народов. Еще двое. Тогда было бы всего четырнадцать сыновей. Но этого не произошло. Значит, он указал мне, что одно из моих колен разделится на двое. Если больше не родился ни один сын, а вместе с тем есть обещание Всевышнего о сообществе народов, это значит, что один из сыновей, каждый из сыновей будет основателем одного из племен, или как это называют, колен Израиля. Значит, одно из таких колен, одно из племен разделится на двое. Так вот, этот самый дар я дарю тебе. То есть, два твоих сына, они станут родоначальниками колен наравне с их дядями. Они из моих внуков становятся как бы моими сыновьями, подобными Раувену и Шимону. Как есть колено Раувен, как есть колено Шимон, отныне будет не колено Йосеф, а будет еще колено Ефраем и колено Минаши. Они будут моими. В чем это выразится? Продолжает Рауши. Они будут входить в число моих других сыновей, чтобы получить удел на земле Израиля. То есть, это не просто вроде как называться коленом, а есть здесь еще некоторые конкретные привилегии. А именно, они получат надел, то есть, Эра Цисраэль должна быть разделена на наделы каждому из племен, каждому из колен. Кстати, прежде чем мы перейдем к вопросу о том, как конкретно происходил этот раздел, но что же получается? Получается, что вместо 12 колен Израиля у нас сегодня есть 13, если 12 сыновей родилось, 12-й последний Бениамин, после него никто не рождается, и колено Йосеф разделяется на 2, так есть 13. Нет, всюду, везде, всегда упоминается 12 колен. Почему? Да потому что, если мы посмотрим во всех местах Тора, в которых происходит это сочетание, то есть одно из двух. Если отдельно считаются колено Ефраем и колено Минаше, то тогда не считается колено Леви. К примеру, разделы Ра Цисраэль. Колено Леви не получает своего надела в Ра Цисраэль. Они безземельные. А вместо них, вместо него, таким образом остаётся 11, вместо него колено Йосеф разделяется на 2, и ровно 12. Но если есть какой-то список, в котором колено Леви упоминается, то в нём колено Йосефа упоминается, как одно колено. В нём и Фраем, и Минаше объединяются в одно колено. Так что 12, всегда остаются 12. То есть, либо считается колено Леви, либо колено Леви не считается, и тогда вместо него два других колена, и Фраем, и Минаше. Так вот, в разделе Ра Цисраэль, как мы сказали, Леви не участвует, потому что Леви там суждено быть безземельным, они не получают надел в стране Израиля. А Эфра и Минаше, они получают каждый по своему наделу. Продолжает дальше Ра Ши, объясняя следующую фразу. А дети, которые родятся после них, будут твоими. То есть, эти два сына, Эфра и Минаше, они мои, они из моих внуков становятся, из твоих сыновей становятся моими сыновьями. А остальные дети, которые у тебя родятся после, они уже будут твоими. То есть, они уже не будут основателями новых колен, и по имени своих братьев они будут называться в своем наследии. То есть, они присоединятся к коленам Эфраем и Минаше. Ра Ши разъясняет, если родятся еще и другие сыновья, то они уже не войдут в число моих сыновей, но будут причислены к коленам Эфраема и Минаше, и у них не будет своего собственного имени среди колен. То есть, они не станут родоначальниками колен. Это все, что касается уделов. Здесь Раша останавливается, и сталкивается он с серьезной сложностью. Ведь мы знаем, в дальнейшем в книге Бамидбар написано, что земля Израиля разделалась по принципу многочисленного, дайте больше удела. То есть, по идее, чем больше народу, тем больше удела. Это означало, что деление было поголовное. Если так, то какой смысл в том, что Эфраем и Минаше, они называются коленами, и они получат удел. Ведь неравные же наделы получали. Ведь надел каждого из колен определялся его численностью. И чем больше было колено, чем больше было племя, тем большую площадь в стране Израиля они получали. В Раша, да, действительно. И хотя земля была разделена по числу голов, как сказано, многочисленному, дай больше удел, и все взяли поровну, только за исключением первенцев. То есть, определенное неравенство было только внутри семей, когда одну долю отца, если делили его сыновья наследники, то по закону Торы, если, скажем, было у отца пять сыновей, то разделяется все его имущество, весь его надел разделяется на шесть частей, две из них получают первенец, четыре остальные – четыре сына. Это единственное неравенство, которое было, но в остальном разделение было равным, то есть, чем больше было племя, чем больше колено, тем больше площади оно получало. Вместе с тем, как бы то ни было, он продолжает Раши, коленами названы только эти два сына Юсефа, чтобы участвовать в шеребьевке. А в чём выражалось то, что они колено, в чём это такое большое преимущество? Они участвовали в шеребьевке для раздела земли, в том числе у колен. То есть, это не так, что была жеребьёвка, при которой участвовало колено Юсефа, а потом полученные жребья они делили пополам. Нет, каждый из них, и Минаша и Фраин, они тянули свой отдельный жребий, спрашивают за задачи, а какой такой большой, ну, может быть, это почётно, участвовать в жребии наравне со своими дядьями. Но вроде как материального большого интереса здесь и нет. Против такого понимания восстаёт Рамбан. Рамбан пишет так. Если, как говорит Рашин, то первородство было дано Юсефу только для почёта. Что он с этого имел? Кусок хлеба с этого. Получился лишний. Ничего. Даже ни одной пяди, ни одного клочка земли лишний. По Раши всё разделялось поголовно, по количеству голов, и тогда ничего, кроме почёта, у них не было. Ну, только ради почёта, чтобы его дети назывались коленями, но наши учителя уже указали, что Юсеф приобрёл статус первенца и получил, как всякий первенец, двойную долю наследства. То есть, Рамбан, то, что происходит здесь, это идёт в две стадии. Сначала колено Юсефа разделяется на два, а затем, когда уже в следующей главе мы видим благословение Якова своим сыновьям, то выясняется, что тот, кто был первенцем, Раувен, он теряет эту свою привилегию, он не остаётся первенцем. Так сказано дальше. Раувен первенец и мой, сила моя, начаток силы моей, избыток величия, избыток могущества, но стремительный, как вода, ты не будешь иметь преимущества. Ты это потерял. Если Раувен потерял своё первородство, то ведь кто-то должен наступить на его место. А вот это, когда наш мудрец Юсеф, он теперь получает статус первородного. А как можно приучить статус первородного? Он же родился предпоследним. Статус первородного означает, что он получает в наследстве две доли, двойную долю. Так вот, эта двойная доля дана сейчас Юсефу. Стало быть, должно быть этому материальное выражение. Это должно быть действительно в два раза больше земли. Попросту. Так как же можно сказать, утверждает Ромбайн, то, как пишет Раше, что всё это, то, что он назначил их своими сыновьями, это исключительно для почёта, чтобы участвовать в жеребьёвке от имени. Вот будет Ифраин, вот будет Миноше, наравне с Рувеном и Шимоном. На самом же деле, продолжает Ромбайн, понимаете, это надо не так. Когда земля Израиля была разделена между коленами, её поделили на 12 равных частей. Если по Раше делили на неравные части, а каждая часть, она учитывала размер колена, то по Ромбану было всё не так. Части были равные, и после того, как была разделена земля на равные части, равные, кстати, когда мы говорим, они на самом деле были равные не по площади, а равные они были по денежной оценке. То есть, есть земля более плодородная, она более дорогая, и есть земля менее плодородная, она менее дорогая. И поэтому здесь учитывалась не просто площадь, потому что, если будет только площадь, то действительно может быть так, что одно колено получит горные районы, которые очень трудно обрабатывать, а другое колено получит равнину. Поэтому здесь было всё сделано по денежной оценке, так, чтобы эти куски земли на дело были равны по денежной оценке. После этого была уже жеребьёвка. И получилось так, что самое малочисленное колено Шимона по той переписи населения, которая содержится в книге Бамидбар, можно видеть, что самое малочисленное колено это Шимон, оно получило такой же надел, как самое многочисленное колено Иуды. Ну и колено Ефраем и Минаше получили такие же наделы, как Ревуэн и Шимон, то есть, тогда мы понимаем, это буквально такие же наделы земельные, равные по цене, они получили, Фраем и Минаше, в этом-то и выражается их получение удвоенной доли подобно первородному первенцу. Спрашиваются задачи, но что сделает Рамбан со стихом, который привёл Рашик, как доказательство, а это чёрным по белому написано в книге Бамидбар Всевышний говорит многочисленному дай больше удел, чем более многочисленному дай больше удела. Как же говорит Рамбан, что наделы были равны. Сейчас увидим ответ Рамбана. И написано ещё так, сказал Господь, вот рубежи, по которым вы разделите страну в наследие двенадцати колен Израиля, а Юсефу две части. Пока это только ещё доказательство, что Юсеф действительно получил двойную часть, не только почёт. А то, что сказано в дальнейшем, многочисленному дай больше удел, а малочисленному дай меньше удел, так это имеется в виду роды или кланы. Некоторые приводят это как отчие дома. То есть каждое колено, каждое племя, каждое колено Израиля разделялось на батей-авот. Кланы, отчие дома, роды можно это называть. Было перераспределение после того, как колено получило определённый надел, его нужно было разделить между родами, между кланами, из которых оно состояло. Вот здесь уже внутреннее деление, внутри колена, оно уже учитывало многочисленность или малочисленность. Так что тот род, тот клан, который был более многочисленным, получал больше земли, чем малочисленный. Но это только внутри колена. А наделы колен были равны. И там же упомянуто, что наделы колен делились по отчим домам, вышедшим из Египта. То есть формирование таких вот кланов было ограничено, а именно только те, то есть каждый человек, который вышел из Египта, он и представлял собой бейт-ав. Вот это вот семья, глава семьи, вышедшей из Египта, он был родоначальником этого отчего дома, и он формировал отчий дом. То, что потом, может быть, в ходе странствования 40 лет, там было много, у него родилось много детей, внуков и так далее, они уже новые кланы не образовали. То есть кланы эти были образованы вышедшими из Египта. А все потом уже дальнейшие, они уже получали их на дело. То есть предположим, если два человека, два брата вышли из Египта, у одного из них было много сыновей, а у другого было мало сыновей, то здесь происходило, каждый из них был, значит, вот это дом, дом, отчий дом, клан, каждый из них образовывает свой клан, и когда делится земля племени, делится земля колена, то учитывается, хотя вроде бы их два брата, но у каждого из них у одного много, детей у одного мало, то вот количество их детей, потомков, оно и определяет ту долю, которую получит каждый из них в наследии колена. Больше отчий дом получал, больше надел, а малый меньше. Здесь два твои сына, родившиеся у тебя в Египте, до моего прибытия к тебе, они будут моими. Кто это? Ефраем и Минаш. Там действительно Тора подчеркнула, что Ефраем и Минаши родились еще до того, как начался голод, а уж тем более до того, как Яков пришел в Египет. Как Руэм и Шибон, они будут для меня, а дети, которые родятся после них, будут твоими, по имени братьев своих они будут называться в своем наследии. А у Иосефу, что, родились еще сыновья? Шла ли речь здесь о конкретных сыновьях, или это, так, теоретически, если это будет, может, этого и не было, потому что Владимир Бифтор нигде не упоминает никого, кроме двух сыновей Йосефа, Ефраем и Минаши. А были ли вообще другие сыновья? Как мы понимаем эту фразу? Глашай Трамбан, мне кажется, что, когда пророк сказал, пророк он здесь называет Яков, А твои дети, которые родятся у тебя после них, это не было пустыми словами, это не чистое теоретизирование кешли-то, но у Йосефа действительно родились сыновья после Эфраема и Минаши. И Онкилус, хотя мы перевели на русский язык эту фразу в будущем времени, как мы перевели ее, а дети, которые родятся у тебя, после них родятся в будущем. А Онкилус переводит на рамейский язык другой фразой, а именно, Онкилус переводит на рамейский язык эту строку Тора в прошедшем времени, у Бунинды, Толит, Батореон, дети, которые родились у тебя уже после них. Ведь, согласно простому смыслу, задается впечатление, что к этому времени у Йосефа уже были другие дети, которые родились после прихода Якова в Египет. Поэтому это и сказано. И родились у Йосефа два сына до наступления голодного года. Значит, два сына до наступления голода, а после голода, после голода, родились и другие сыновья. Они были. Почему их Тора не упомянула? Потому что они не стали роды накачальниками колен, никакой особой важности в них не было, Тора не это не книга, которая по генеалогии, которая должна писать в Сербии, дать полный перепис населения, это нет. Упоминаются только те люди, которые для Торы важны, и поэтому другие сыновья Йосефа, которые, скорее всего, были и родились уже к тому времени, они не упомянуты, хотя они были. Читаем продолжение. тексты. А я, слова Яков, когда я шел из-под Анарама, умерла у меня Рахель в земле Кнаан, в дороге, когда еще оставалось немного дойти до Ефрата, и я похоронил ее там, на пути в Ефрат, он же Бейтлехен. Почему он вдруг вспомнил о событиях, которые произошли 50 лет тому назад? Рамбан, отвечая на этот вопрос, пишет так. «Согласно простому смыслу, Яков сказал Юсефу эти слова, как бы прося прощения». Здесь есть некоторые извинения, «чтобы Юсеф не рассердился на то, что отец желает быть погребенным в пещере Махпела, но он сам не похоронил там Рахель, а только Лель». Есть здесь немножко «Отец требует от сына от Юсефа, чтобы тот проходил его в пещере Махпела». И Юсеф знает, что отец хорошо понимает, что ему это будет очень и очень трудно добиться этого разрешения. Ему придется воевать с фараоном очень трудно. он принимает на себя это, отец требует, принимает и клянется. Но вместе с тем, 50 лет тому назад, когда мать Юсефа умерла, а умерла она при родах, когда она родила самого младшего сына Генемии, то написано, что Яков похоронил ее там, в дороге, не доходя Бойклэш. Почему он не похоронил ее в фамильном скрепе в усыпальнице в пещере Махпела? Как бы это ни было, какие бы ни были причины этого, но, безусловно, вот это противоречие между желанием отца быть похороненным в пещере Махпела и его требованием, чтобы Юсеф приложил все силы, все усилия к тому, чтобы это сделать и между тем, что сам он не проявил подобного отношения к матери Юсефа своей жене, оно от него невозможно уйти. Поэтому, пишет Рамбан, считает Яков необходимым сейчас как бы извиниться. В чем его извинение? Он подчеркивает, Рахель умерла в земле Кнаан, не так, как я. Я нахожусь здесь в Египте далеко за пределами Святой Земли. С твоей матерью так не было. Ей удалось умереть в Святой Земле и не погребена вне пределов Святой Земли. Как было бы с ним, если бы его похоронили в Египте? Коль меня будут хоронить здесь, я окажусь вообще на берегах Нива. Твоя... Верно, что твоя мать не была похоронена в пещере Махпела, но все-таки в Святой Земле. И еще. Он сказал, что она умерла внезапно. Это второе извинение. Это произошло в дороге. Никто к этому не был готов. Это не то, что мы жили в каком-то месте определенном, и там она заболела. Все это произошло совершенно неожиданно. В дороге. Он не сумел организоваться. Что ему было сейчас делать? Как было ему поступить, отправиться с телом жены в Хеврон, в Марат Махпела? Он не мог этого сделать. Он не мог похоронить ее в Махпеле. Не мог же он бросить детей из стада на середине пути и спешно направиться с ее телом в пещере Махпела? Это было нереально, поскольку здесь и стада, и дети. Все это многочисленное семейство. Возможно, их бросит на производство бы. Значит, отправиться сейчас в Хеврон нет возможности. Ну, а если идти всем вместе в Хеврон, вместе со стадами, вместе с детьми, но ведь тогда в дороге нет возможности сохранять тело от гниения. А ведь у него это не то, что как здесь в Египте, когда любого умершего человека бальзамируют, он может потом тысячи лет будет существовать. А ведь у него в дороге не было ни врачей, ни снадобий, чтобы набальзамировать ее тело. И несмотря на то, что пещера Махпела отдалена от того места лишь на полдня ходьбы, скоро уже от Бейтлехем и до Хеврона 20-30 километров не больше, можно было бы за полдня пути дойти. Да, это когда человек идет налегке, но поскольку с Яковом было множество людей и скота, он смог бы достигнуть этой пещеры только за несколько дней пути. И действительно, он находился в дороге долгие дни, так и произошло. На самом деле этот путь от Бейтлехем и до Хеврона занял у него несколько дней, пока не достиг дома своего отца, его отец жил там, от Хеврония. Стало быть, здесь есть извинения, два извинения приводят здесь Яков для того, чтобы объяснить, почему, требуя от сына, чтобы тот похоронил его в пещере Махпила, сам он не повел себя так по отношению к жене, по отношению к матери Йосефа, а похоронил ее в Бейтлехеме. Но я вообще-то считаю, что на самом деле это только извинения, это то, что Яков говорит Йосефу, чтобы извиниться, чтобы добиться его расположения, а на самом деле причины того, что он не похоронил жену в пещере Махпила были другие. Какие же? Да и Йосеф и так знал, что его мать умерла в пути и с почетом похоронена в Кнаане. Однако подлинная причина, по которой Яков не отнес ее в пещеру, это нежелание хоронить там двух сестер, так как ему было стыдно перед своими отцами, ведь сначала он женился на Лее разрешенным образом, а затем из любви Крахель взял и ее, чтобы выполнить данное ей обещание. То есть мы знаем, что Яков женился на двух сестрах. Это вещь, которая в дальнейшем Тора запретит ее самым-самым строгим образом. Правда, сам Рамбан утверждает, на основании ничего, Яков позволил себе подобную вещь. Наши правоцы не обязаны были исполнять законы Торы, поскольку она еще не была дана, они их исполняли только добровольно и делали это только в Святой Земле, там, где эти заповеди имеют особый смысл. За пределами Святой Земли они не считали необходимым исполнять добровольно эти заповеди, поэтому Яков позволил себе жениться на двух сестрах и все было хорошо до тех пор, пока он не пришел в Эра-Сисраэль. Здесь уже в Эра-Сисраэль он не остается жить с двумя женами. Рахель убирает. Почему именно Рахель? Да потому что на Лее он женился первой, на ней он женился совершенно законным легитимным образом. Только потом он женился уже на Рахеле, которая была сестра его жены, это то, что будет в дальнейшем запрещено Торой. Поэтому похоронить ее вместе с ее сестрой Леей в пещере Махпела вместе с его праведными предками Яков считал невозможным. Он не хотел этого делать. Сказать это напрямую Иосифу нельзя было. Поэтому он и объясняет ему, что были другие причины. Она умерла в дороге и просто не было возможности срегулироваться. Но даже если бы у него была такая возможность, он все равно говорит Рамбан, не стал бы ее хранить в пещере Махпела. И может быть добавим еще несколько слов, относящиеся к предыдущему стиху, потому что здесь мы входим в очень непростую тему. А по поводу того самого разделения колена Иосифа на два колена и в этом как было сказано выражается то, что отныне первородство переходит от Реувена к Иосифу. От имени Аризаль великого каббалиста говорят следующее объяснение. Когда Всевышний сказал, что от тебя произойдет народ и множество народов и собрания народов он имел в виду действительно, что родится Бениамин, а потом еще и Фраин и Минаши, души этих двух людей должны были вселиться в тела рожденные Яковом. Это должны были быть на самом деле его сыновья. Но произошло то, что произошло. Ведь тогда, когда умерла Рахель, Яков перенес свою кровать в шатер Бильги рабыни Рахели, а Реувен с этим не смирился. Он устроил демонстрацию, вышвырнул кровать отца из шатра Бильги, потому что он считал, что отныне его кровать должна быть в шатре его матери Леи. И в результате этого все перепуталось, было здесь оскорбление и так уж получилось, что у Якова больше не родился ни один сын. Поэтому души Эфраима и Минаш должны были ждать до тех пор, пока Йосеф не женится и они рождаются, эти два сына уже. Эти души приходят, рождаясь, как его сыновья, а затем Яков принимает их себе, делает их своими, из внуков производит их свои сыновья, тем самым отбирая у Реувена его первородство. В результате именно этих действий, именно это его порывистая демонстрация привела к тому, что он лишился первородства, и отныне это первородство переходит к Эфраиму и Минаше, они становятся сыновьями Якова, какими они и должны были бы быть, если бы не та демонстрация, которую устроил Реувен. Водка.